Коллеги, приветствую вас! Сегодня у нас очень важный урок. Именно в этом уроке сегодня мы первый раз подготовим схему расположения земельного участка и сокращенно это называется СРЗУ, СРЗУ, да, то есть схема расположения земельного участка для подачи в администрацию. Именно сегодня мы пройдем полностью все от начала и до конца. Да, то есть создадим и сохраним для подачи в администрацию. А как это будет делать, какими способами подать в администрацию, это мы уже будем с вами разбирать на следующих уроках. Итак, что нам необходимо сделать? Нам необходимо, первое, открыть программу Агрочертеж. Нажимаем «Открыть программу Агрочертеж» и нажимаем «Создать новый чертеж на базе данных ARKU». Далее, что нам необходимо сделать? Нажать кнопочку «Ок» и у нас автоматически программа откроется. Далее, что нам необходимо сделать? То есть вот у нас открылась просто чистая программа, да, то есть она выглядит вот так. Это программа для кадастровых инженеров и в целом это программа, да, то есть вот нам ознакомительной версии достаточно для нашей с вами работы. Теперь, что мы делаем? То есть у нас с вами загрузилась рабочая поверхность, с которой мы будем работать. В верхнем левом углу мы выбираем файл. Кликаем файл и далее, что нам необходимо, да, то есть вот вверху смотрим «Импорт с XML». Кликаем, у нас открываются дополнительно четыре строчки. Нажимаем «Импорт на слои подложки». Нажимаем «Импорт на слои подложки» и далее вам нужно выбрать папочку, в которой у вас расположен ваш кадастровый квартал. В данном случае вот «UV» – это то, что мы открывали. И вот здесь есть документ «XML». Он открывается один. Кликаем и нажимаем «Открыть». Это наш документ «XML». Это то, что необходимо нам для работы. У нас вот такое сообщение выйдет. Здесь никаких ошибок, предупреждений быть ничего не должно. Нам просто необходимо нажать «Закрыть». Кстати, здесь есть кадастровая карта. Нам просто необходимо нажать «Закрыть». Нажали и у нас вот открылась такая схема. То есть нам ее нужно мышкой прокрутить вверх и приблизить. Прокрутили вниз и приблизили до того момента, до которого нам необходимо. То есть, ну вот, к примеру, вот здесь. Слева у нас есть вот четыре автоматически, которые опять открываются. То есть, что у нас здесь открывается? Вот, сами участки, видите, да? То есть я кликаю, ох-опа, убирается и обратно. Дальше «Кадастровый квартал». То есть границы самого кадастрового квартала. Дальше у нас вот дома. Да, то есть дома, там вот красные ленин. У нас мелькают зоны. Зоны с особыми условиями, дороги у нас открываются. И еще что-то непонятное, да? То есть оно нам здесь не показывается. То есть в целом нам этого достаточно для работы. То есть мы ничего другого открывать не будем. Далее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо в панель, перейти в панель инструментов и выбрать контур. В панель инструментов мы зашли и выбрали контур. И, к примеру, я хочу вот в этом месте согласовать земельный участок. То есть я приближаю и мышкой навожу на контур и кликаю. Главное, чтобы у нас ничего не пересекалось со старыми земельными участками, да? То есть чтобы мы вот так на границе не наезжали. То есть четко по границе делаем и создаем наш первый земельный участок. Кликаем. Можем сделать здесь лучше две точки. Вообще достаточно четыре, да? То есть точки для сформирования участка. Но можно сделать и больше страшного. Здесь вообще ничего такого нет. И вот так у нас с вами появился земельный наш участок. И это только часть, да? То есть того, что мы с вами должны сделать. Итак, что нам теперь дальше необходимо сделать? Теперь нам необходимо выделить. Вот вверху кликаем «Выделить». И выделяем участок. У нас справа меняется вот здесь название. То есть вот здесь нам земельный участок сразу написал площадь, да? То есть нам его необходимо переименовать на «Земельный участок 1». Это будет название нашего нового земельного участка. То есть нажимаем «Земельный участок 1». У вас это все будет в схеме. В схеме будет показано. То есть ничего не переживайте. Также будет все понятно. Дальше выбираем цвет текста. Рек. Спускаемся немножко вниз. Старый контур. Цвет контура выбираем. Красный. Рек. Вид точки. Выбираем. Квадрат. Цвет контура выбираем. Ред красный. Цвет заливки выбираем красный. Контур. Выбираем цвет контура красный. Все. И кликаем в любом месте. У нас получился вот такой вот красный земельный участок с названием «Земельный участок 1». То есть это то необходимое, да? То есть та небольшая часть, которую мы должны сделать. Осталось еще немножко и мы сформируем свой первый земельный участок, да? То есть чуть-чуть осталось. Мы почти уцелим. Дальше. Что нам необходимо сделать? Мы нажимаем «Создать». Справа. Видим сбоку. Нажимаем «Создать». «Создать земельный участок». Кликаем и нас перебрасывает на новую панель. Далее. Что мы должны здесь с вами сделать? Ввести кадастровый квартал. Да? То есть где мы берем кадастровый квартал? То есть если мы кликнем по любому соседнему участку, здесь вот у нас есть номер кадастрового квартала. Причем вы помните, я вас просила записать систему координат. И вот в эту систему координат мы должны вписать номер кадастрового квартала. Это для вашего удобства. И нажать «Сохранить». Приходим обратно в программу. И вот здесь у нас номер кадастрового квартала мы вписали. Причем условное обозначение и номер кадастрового квартала. Все, нам этого достаточно. То есть дальше слева спускаемся немножко вниз и нажимаем геоданные. Нажимаем геоданные и далее что мы делаем? Чтобы здесь что-то появилось, мы нажимаем сформировать чертежа. Если мы подведем крести на наш земельный участок, он будет подсвечиваться желтым. Кликаем по нему и здесь автоматически у нас, да, то есть нас перебрасывает на новый. У нас здесь статус есть точки, неизвестно. Нам нужно поставить статус новая. Новая, 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 новая точка. Далее, что нам необходимо сделать? Нажать, сохранить и закрыть. Что мы здесь видим? Из просто 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нас здесь появилась буковка N. Это значит N новая точка, да, то есть это новый земельный участок. И он отличается от старых земельных участков, то есть мы можем его отличить. Что еще нам необходимо сделать на этой схеме? Нам необходимо нажать T. Вверху мы выбираем T, это текст. И где-то рядом с земельным участком, да, то есть мы можем в данном случае вот здесь. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо написать номер кадастрового квартала. Я делаю Ctrl-C, Ctrl-V. Выбираем высоту 3, 25 и делаем его тоже красным цветом. Еще раз кликаем T. И теперь нам необходимо будет написать систему координат. То есть помните, я вас просила найти систему координат. Она нам нужна именно для схемы. Также делаем 3, 25. Пишем систему координат и нажимаем ОК. Мы почти уцелим. Мы почти подготовили наш первый земельный участок. Что нам теперь необходимо сделать для подготовки земельного участка? Слева, в самом низу, да, то есть мы видим, у нас есть схема расположения. То есть что необходимо сделать? Но еще, во-первых, смотрите, нам нужно кликнуть по соседнему земельному участку и посмотреть адрес соседнего земельного участка. Для чего нам это нужно? Адрес земельного участка. Потому что когда мы будем писать обозначение, да, то есть где расположен, мы будем писать именно вот так, да, то есть что он расположен рядом с таким-то земельным участком, да, то есть либо вот этот вы могли, вот этот, без разницы. Главное, чтобы когда вы пошли именно в Росреестр подавать, да, то есть или в администрацию, или в департамент земельных отношений, чтобы у вас был адрес рядом с соседнего земельного участка. Дальше мы можем скопировать земли, да, то есть какие населенных пунктов и сельхоз Вам это необходимо, да, то есть вам тоже могут задать этот вопрос И для чего, да, то есть для индивидуального жилого дома Ну, либо ЛПХ или что вас там будет, да, то есть сразу готовите, чтобы у вас потом не было вопросов И желательно к каждому участку, да, то есть к каждой такой схеме прикладывать вот такую вот штучку Да, то есть для вас, чтобы вы не забывали Теперь слева у нас есть схема расположения, да, то есть много-много всяких слов И нам нужно нажать схему расположения, два раза кликаем Нас просят сохранить, да, то есть именно где мы будем сохранять Мы выбираем рабочий стол и в той папке, где мы сохраняли, например, выбираем пример Да, то есть пишем пример, нажимаем сохранить Ну, сохранить в базу Да, сохранить Окей Сохранить, закрыть, все тут у нас сохранено Во-первых, что мы с вами видим? Что у нас слева появился земельный участок, да, то есть слева, это он и есть Да, то есть теперь еще раз схема расположения Сохранить Да Окей Название чертежа пример Сохранить и закрыть Программа будет просить так несколько раз, да, то есть иногда программа бывает подключивает, но ничего в этом страшного нет То есть можете сохранять, можете не сохранять Так, то есть как попросить программу, потому что в зависимости от когда она установлена, она работает по-разному, да, то есть где-то есть обновление, где-то нет обновления Дальше, что мы еще раз Нажимаем схема расположения, два раза кликаем Все, видим, что нас уже ничего не просят сохранить У нас есть новый документ схема расположения Что необходимо сделать? Нам необходимо нажать слово участки Нажимаем добавить И добавляем наш участок, вот он сбоку у нас, добавился, нажимаем выбрать Дальше, что необходимо? Нажимаем чертежи Кликаем сформировать чертежа Все, видим, у нас поменялся интерфейс Видим, что у нас поменялся интерфейс Далее, что нам необходимо сделать? Да, то есть мы сформировали свой земельный участок с чертежа А теперь нам необходимо добавить условные обозначения Какие условные обозначения, зачем они нужны? То есть заходим сверху в условные обозначения Выбираем из справочника Спускаемся немножко вниз И первое мы выбираем, это 8 То есть существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН Средни, которые достаточно для определения ее местоположения Это мы говорим про соседние земельные участки То есть они обозначены черным, автоматически Дальше, нажимаем из справочника Выбираем 9 Это вновь образованная часть границы, сведения О которой достаточны для ее определения местоположения земельного участка И дальше, что нам необходимо сделать Необходимо нажать сформировать чертежа И скопировать точку одну, любую Кликаем по ней И вот у нас здесь точка Что мы в этой точке прописываем? То есть мы должны прописать в этой точке Это обозначение характерной точки, сведения Которое позволяет точно определить ее местоположение на местности То есть в данном случае я просто делаю себе сразу заготовку То есть у меня есть уже заготовка Выбираю, захожу в шаблоны и выбираю из шаблона То есть еще раз, у меня есть обозначение характерной точки, границы, сведения Которое позволяет точно определить ее местоположение То есть вновь образованная, я просто проверяю и удаляю Дальше, земельный участок 1 То есть это обозначение образуемого земельного участка, формируемый земельный участок Дальше, у меня указана граница кадастрового квартала Граница кадастрового квартала у нас была фиолетовым цветом, если вы ее не помните Вот, на всякий случай мы ее пишем, ну, чтобы вдруг не было вопроса Дальше, номер кадастрового квартала Номер кадастрового квартала, вот, мы его указывали рядом с земельным участком То есть вот, номер кадастрового квартала и система координат То есть все, система координат у нас с вами также указана Следующее, что необходимо сделать. Нажать либо фиксированной, либо произвольной рамкой. Без разницы. То есть условное обозначение сделали, нажимаете, что фиксированный, что произвольный. Главное, чтобы у вас были соседние участки максимально, тоже видны. Плюс у вас должна быть система координат и кадастровый квартал. Все выделяете и кликаете. Дальше что вы делаете? Переходите в общее и нажимаете слово печать. Нажимаете печать и у вас автоматически формируется ваш первый земельный участок. Выглядит вот он вот так. То есть с условными обозначениями. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо его распечатать в том виде, в котором он есть. Нажимаете экспортировать PDF и нажимаете ОК. И сохраняете его в любом месте. То есть в какой-то либо папке. Но я пока на рабочий стол его сделаю, потому что мне необходимо. И дальше вот экспортировать в PDF. У меня почему-то не кто экспортировался. Экспортировать в PDF. Да, заменить. И да, открыть. На всякий случай открываем. Потому что были такие у меня случаи, когда просто схема у меня открывалась. И чертеж экспортировать в PDF. Нажимаем ОК. Все. И нажимаем Сохранить. Нажимаем Открыть файл. Все. То есть у нас есть и схема расположения. То есть координаты. Видим, что точки N1, N2 и N3. То есть они автоматически рассчитываются. Видим площадь земельного участка. И видим схему расположения земельного участка. То есть в целом это все, что нам с вами необходимо для работы. То есть мы сформировали свой первый земельный с вами участок. И вот те участки, которые вы готовили на протяжении, да, то есть выполняя домашние задания. Что вы должны будете с ними сделать, с этими земельными участками? Вы должны будете именно эти земельные участки, что вы проанализировали, подготовить пять схем земельных участков. На этом я с вами прощаюсь. А следующее наше занятие будет связано с подачей наших готовых схем в администрацию.